Мировое сообщество на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш гость сегодня коллега из татар-башкирской редакции Алсу Курмаш. Алсу принесла в студию книжную новинку. Сборник «Нет войне» с подзаголовком «40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Сборник этот двуязычный. Его можно читать по-русски, а можно перевернуть задом наперед и вверх ногами и читать в обратную сторону по-английски. Добрый день, Алсу. Мы в студии, мы, Игорь Померанцев и я, Иван Толстой, мы разговариваем с нашей коллегой из татар-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмаш. Перед нами книга «Нет войне», которая вышла, составленная Алсу и посвященная все тем же неизбежно событиям с 24 февраля нынешнего года. Трагическим, драматическим эпохальным событиям. Этому посвящен сборник, где рассказывается о тех жителях, о тех россиянах, которые не промолчали и вышли с протестами в общественное пространство. Но я не буду рассказывать о том, как эта книга устроена, потому что Алсу расскажет это лучше нас. Алсу, что это за книжка? Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, которые ее еще не видели и не держали в руках. Спасибо большое за приглашение и за возможность рассказать об этой нашей книге. Мы несколько человек, несколько редакторов решили составить эту книгу, решили ее издать для того, чтобы она была у людей, чтобы у людей была возможность через 10 лет, через 20 лет взять ее в руки или найти электронный вариант и почитать, что происходит сейчас в России, что происходило первые 6 месяцев войны. Группа авторов, команда редакторов это Вадим Мещеряков, Регина Хисамова и я под редакцией директора Татар-Башкирской редакции Римма Гельфанова. Мы приняли это решение, потому что, когда мы начали получать новости о том, что люди выходят с протестами и получают за это наказание в виде штрафов, которые в несколько раз превышают их зарплаты и пенсии, и когда мы начали разговаривать с этими людьми и публиковать интервью, мы поняли, что это нельзя оставлять просто так, это надо, чтобы как можно больше людей во всем мире услышали и увидели этих людей. Самое первое интервью, после которого мы решили, да, надо публиковать книгу, это было интервью с учительницей английского языка из Пензы. Учительница английского языка Ирина Ген пришла в училище, где она работала, училище Олимпийского резинга, и увидела расстроенных студентов. Им отменили поездку на спортивные соревнования в какую-то страну. Студенты были расстроены, они пришли к любимой учительнице и начали спрашивать, почему это так несправедливо. На что она с ними начала разговор о справедливости. А что справедливо? То, что случилось 24 февраля, это справедливо. И она, как педагог, подвела детей к разговору о том, что хорошо, то, что плохо. Один из студентов записал разговор и передал родителям. Родители это передали в ФСБ. И Ирина Ген получила самое суровое наказание из всех таких случаев, потому что дальше у нас в книге есть интервью еще с несколькими учителями. Кто-то из них получил штрафы, кто-то был отстранен от работы. Но Ирина Ген получила 5 лет условно, и она не может преподавать в государственных учебных заведениях. Она до сих пор не может понять, почему так случилось. Почему студенты, которые уважали за ее умения, за ее знания английского языка и так хотели ездить за границу, то есть она же фактически учила их английскому, чтобы они могли выезжать за границу и участвовать в этих соревнованиях. Они вдруг так повернулись против нее. И никто не может ответить на этот вопрос, почему общество сейчас так реагирует на тех, кто против войны. — Алсу, насколько я понимаю, все авторы монологов и интервью, которые выбрали ваши коллеги, они охотно согласились говорить публично. У них не было страха, опасений, или они преодолевали страх? — Да, все дали согласие на публикацию их настоящих имен. Страх был. Если вы прочитаете книгу, если вы ее откроете, в каждом рассказе слово «страх» упоминается не один раз, что «да, мне страшно». В то же время, как нам написали отзывы известные наши коллеги, журналисты и политологи, этот страх дает надежду. И то, что у них есть возможность рассказать о себе, им дает надежду. Вот это они об этом нам рассказали и сказали, что мы будем продолжать рассказывать о том, что мы не согласны с этой войной, и мы будем рассказывать своим родственникам и семьям, мы будем это продолжать, потому что это дает надежду на то, что что-то изменится. — Вы рассказываете, и ваша книга рассказывает об индивидуальных поступках и индивидуальных протестах. Значит ли это, что массовых протестов в вашем регионе нет? — Массовых протестов нет, и нет даже индивидуальных уже. Более того, в этой книге рассказывается о людях, они не все выходили с плакатами, с плакатами, наверное, выходили буквально несколько человек, и они даже не дошли до места своего протеста, они были сразу задержаны. Эти люди, вот как Ирина Ген или другие учителя, там есть, например, одна из героев книги, она массажистка, а есть программист, который вообще никуда не выходил, но его привлекли к ответственности за то, что он в соцсетях написал, что то, что творится, это ужас и кошмар. Кто такой герой? Да, герои — это люди, которые выходят массово, или герой — это человек, который на своём месте сделает что-то, что немножечко изменит или что-то, или кого-то ситуацию. Например, город Туймазы, да, вот что вы знаете о городе Туймазы в Башкортостане? Вот слушатели, кто знает об этом городе? Это маленький промышленный город в Башкортостане, около 60 тысяч населения. Выйти с плакатом или вообще выразить своё мнение в городе Туймазы намного тяжелее, чем это сделать даже в Уфе, а сделать в Уфе намного тяжелее, чем в Казани, а сделать в Казани намного тяжелее, чем в Москве. И вот эта цепочка ещё раз показывает, насколько книга важна, чтобы люди, прочитав её, увидели, что есть цепочка, есть люди даже в Туймазах, есть в селе Башкортостана Стерлибашева. Учитель разговаривал со своими учениками о войне, о справедливости, несправедливости, заплатил огромный штраф. Давно не узнавали, как у него дела, он уезжать не собирался, и, наверное, он всё там же живёт, и, наверное, ему неудобно и некомфортно, но он обещал, что он будет продолжать это делать. Когда я дала прочитать рукопись коллегам-иностранцам, которые знают русский язык, они мне сказали, что книгу обязательно надо перевести на английский. Первоначально такого плана не было. Когда я спросила, почему, то есть это очень локальная книга, это все рассказы, все люди живут в Поволжье до сих пор, некоторые уехали. Наши американские коллеги, журналисты сказали, что Алсу весь мир думает, что в России люди сошли с ума, что они не протестуют против войны, что они согласны со всем, что происходит, они согласны с тем, что призывают их мужей, сыновей на войну, их там убивают, они согласны. Вы должны эту книгу перевести на английский язык и дать почитать людям, чтобы поняли, что Россия очень разная, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, Россия — это именно вот такая провинция, где живут люди смелые, где живут люди гордые, где живут люди, которые любят свою страну и хотят, чтобы там было лучше. Я продолжаю получать очень интересные отзывы. Например, вот буквально вчера я послала книгу друзьям в Берлин. Они историки, социологи, занимаются изучением Холокоста. Они получили, буквально вчера они мне написали отзыв. Это профессор истории, доктор Стефан Ланштадт. Он в одном из университетов преподает в Берлине. Он написал, ну, кроме огромной благодарности, что эта книга есть и на английском языке, он мне написал, что мы узнали, что такое Саратов и где он, и что там живут честные, порядочные люди. Интересно, что вы в точности предвосхитили мой ближайший вопрос. Я как раз и хотел сказать, что мир сейчас разделился, помимо всех черт разделения, еще и на две части. На тех, кто считает, что Россия молчит, и на тех, кто упорно пытается показать, что Россия не молчит. И ваша книга, вот ваше издание, а тем более от того, что половина ее существует на английском языке, и есть, по-моему, очень интересный и убедительный вклад в аргумент одной из сторон. И это сторона, что Россия не молчит. Ведь одинокий голос это уже голос, и может быть, он даже ценнее, чем некий кумулятивный, коллективный голос. Согласны с этим? Да, я с этим абсолютно согласна. Некоторые из героев, например, рассказали нам о своих снах. То есть, какие они видели сны, в первые дни войны. Все эти интервью можно найти на нашем сайте, и они все очень подробные. Они психологические, они с точки зрения социологии очень интересны, что переживал этот человек, герой книги, что он делал утром, что он делал вечером в эти дни, когда мы с ним разговаривали. Это очень интересно проследить, вот эти индивидуальные голоса, как они сливаются в один голос. Скажите, а есть ли какая-нибудь горизонтальная связь между этими людьми, героями этой книги? Знают ли они или знали о существовании друг друга? Действовал ли каким-нибудь примером на них шаг соседа по Волжью? Нет, они не знают друг друга. Более того, они не знали о нашем издании. Издание Дальреали заблокировано в России. Очень смелые и технически образованные люди пытаются его читать, и мы прилагаем все усилия, чтобы информация доходила разными путями. Но нет, они не знают друг о друге. Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир? Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах. Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Наша собеседница сегодня коллега из татар-башкирской редакции Алсу Курмаш. Мы обсуждаем сборник «Нет войне», подготовленный Алсу и ее коллегами. Алсу, у героев вашей книги был ли или есть ли какой-то образ Украины? Ведь все-таки по Волжье географически далеко от Украины какова была их мотивация? Это мотивация российских патриотов, которым неловко или стыдно за свое государство или это мотивация людей, которые солидарны с Украиной? Игорь, очень банальная мотивация. У них у всех есть семьи, родственники, друзья, коллеги. Мы не специально искали таких людей. У нас около ста таких интервью. Мы опубликовали только 40 в книге. У всех есть какие-то связи в Украине. И вот это, кстати, нас удивило, нас шокировало. То есть, это же не специальная выборка. Значит, у всех, у многих есть связи в Украине. До сих пор мы говорили о книге и о героях этой книги. Какова судьба интервьюеров? Они до сих пор работают как журналисты в Поволжье? Они все работают как журналисты, но не в Поволжье. Они уехали и живут в разных странах. Интересно, что из вашего ответа, вот предыдущего, о том, что у всех есть какие-то связи, родственные, там, семьи, знакомые, близкие. Хочется сделать вывод, что те, у кого нет этих связей и не протестуют. А вот не попадались есть ли вам примеры таких вот совершенно оторванных от украинских связей людей, которые ориентируются, честно говоря, так сказать, при свете своей совести просто действуют? Конечно, есть, конечно, я, это не все 40, у них есть семьи и связи, у многих есть, но есть и такие, у кого с Украиной вообще ничто не связывает. Прямо потрясающая история художника из Перми, Иван Каретников, ему 83 года. Это, кстати, один из тех, который вышел с плакатом, но даже не дошел, ему не дали развернуть. Вот 83 года он очень хорошо помнит Советский Союз, да, он хорошо помнит все чеченские войны, грузинские войны, и он удивляется, как никто не может сделать выводы из того, что война это разрушение, война это горе, война это экономические потери, и что даже когда она становится, всем будет плохо, всем в мире уже будет плохо, в Европе будет тяжело, в России людям будет тяжело, и вот он делился этой историей с нами. Замечательная история Наилиза Гедулина из Республики Башкортостан как раз учителя физики, это как раз тот учитель, который сказал нам, что он никуда не уедет, он будет продолжать учить детей физики и учить детей справедливости, у него нет никаких связей в Украине. А у вас какая личная, персональная мотивация, кроме журналистской, что это потрясающий, человеческий, трагичнейший материал? Я хочу получить премию за эту книгу. Правозащитную или журналистскую? Журналистскую. Кстати, первое, куда мы отправили эти книги, были не эксперты, не журналисты, это были школы, мы их отправили во все школы, которые мы могли, которые попросили. После того, как я отправила в 10 школ, еще 10 попросили прислать в свои библиотеки. Я верно вас понял, что премия, о которой вы говорите, это будет премия даже не столько составителем, сколько вот этим героем-одиночком. Абсолютно так. Алсу, я когда-то читал материалы о вторжении советских войск в Венгрию в 56-м году. Там приводились примеры, ну вот, как у вас, только куда более редкие случаи одиночных протестов. Это были протесты студентов-одиночек, они выходили с плакатами. Вот вы говорили о репрессиях со стороны судебных органов, карательных органов. А вот этих студентов, которые выходили с одиночными протестами в 56-м году, избивала толпа, просто толпа ленинградцев, москвичей. Вы что-либо знаете об отношениях ваших героев, их соседей, односельчан? Я знаю, что одну героиню, например, заложила соседка за то, что она на балконе повесила плакат или флаг, я уже не помню, Украины. Это, наверное, единственный случай, который нас шокировал. А так они все рассказывают о поддержке, вот этой кухонной поддержке друзей, единомышленников, коллег, которые им сочувствуют, когда их уволили с работой, особенно преподаватели, педагоги, педагоги об этом рассказывали, что завуч и директор отнеслись с пониманием, сказали, если нужны деньги на адвоката, пиши. То есть вот такое, ну, никто не поддерживает их открыто, но и никто не избивает. Среди ваших героев люди разных национальностей, в том числе татары, башкиры, как вы думаете, у них есть чувство национальной солидарности с Украиной и украинцами? У героев этой книги не думаю. Ни разу в рассказах и в интервью не прозвучала национальная ненависть к русским или поддержка именно украинцев из-за того, что они украинцы. Это всегда было осуждение поступков, осуждение решений этого режима. Национальной темы не было ни разу. Для этих людей, ваших героев, сама идея национальной независимости Татарстана, например, не актуальна. Мы не задавали этот вопрос и ни разу это не прозвучало. То, о чем спросил Игорь, очень интересно и меня всегда волнуют разговоры вот вокруг этих вещей, вокруг той мотивации, которая приводит к поступку, к гражданскому поступку человека. Меня с юности беспокоит понимание слова интеллигенция, значение, которое вкладывается в это слово и советская власть заставила нас считать интеллигенцию культурным слоем. Хотя изначально от времен Бабарыкина, вообще от времен народовольцев и веховцев, противников интеллигенции, ведь изначально это понятие было совершенно не связано с культурой, не связано с образованием, вообще не связано с каким-то социальным статусом. Интеллигенция это общественность в первом понимании этого слова. Это шаг в защиту кого-то обездоленного и гонимого независимо от того, кто елен, кто иудей, независимо от каких-то религиозных предпочтений человека и от пола, расы и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что ваша книга, она дает пример реакции интеллигенции в России. Это поступок, где люди выступают в защиту гонимых, в защиту жертв, то есть это истинно интеллигентский поступок. И пусть будет стыдно тем, кто в значение слова интеллигенция вкладывает что-то превходящее, какие-то белые воротнички, какой-то отставленный мизинчик при питье кофе, хорошее знание Мандельштама и так далее. Все это не имеет отношения к интеллигенции. Вот в этом смысле мне ваша книга очень близка и приятна. Алсо, у меня к вам частный вопрос, но, может быть, ваш ответ будет интересен не только мне, но и нашим слушателям. Вы татарка, вы учились в Казани. На уроках истории как вы воспринимали те самые главы, где говорится о татаро-монгольском нашествии, потому что современные историки, многие современные историки относят это скорее к мифологии, к мифам и легендам. Как дети, татарские дети на уроке воспринимали вот это, в общем-то, тяжкое обвинение, можно сказать, татаро-монгольское игорь, игорь, там же очень много всяких историй, включая имена русских героев и врагов, наоборот, их врагов с востока. Спасибо за вопрос. У меня есть несколько интересных историй о школе. Понятия не имею, в каком классе изучается татаро-монгольское иго. Наверное, где-то в средних классах, не помню. Но у меня именно об этой теме нет воспоминаний. Но есть воспоминания о том, что меня обзывали татаркой, и это было плохое слово, когда в него вкладывали, что я татарка. И вот эти, помню, долгие-долгие разговоры дома с родителями. Почему? Почему я татарка? Татаро-монгольское игорь и очень много другой исторической информации у нас было дома. У нас было много книг, мы изучали, то есть я с историей была знакома. На эти обзывания я не очень сильно обращала внимания, я старалась задержаться, потому что я могла объяснить, если кто-то хотел со мной поговорить, я могла рассказать об истории, почему все так случилось, но глубоко эмоционально у ребенка это сидело, и мы с мамой и с папой дома это все обсуждали. Тяжелые были времена, были, то есть это 90-е годы, лучшая подруга, которая не татарка, могла сказать, Алсу, у тебя вот все нормально, но только ты татарка. Я не понимала, почему я должна как-то стесняться, из-за того, что я татарка. Мама со мной говорила в трамвай на татарском языке, а я от нее отходила и отсаживалась, и говорила, дома поговорим. То есть это все было, мы через все это прошли, это нас сделало сильнее, но я вот еще раз вернусь к этим историям про учителей, да, я имела счастье работать преподавателем, прежде чем я стала журналисткой, я преподавала английский, турецкий язык в средней школе и на первом курсе университета. То есть я была и ученицей, и студенткой, и преподавателем. Я прошла через эту образовательную систему, и я училась в спецанглийской школе, где учителя с нами вместе секретно праздновали Хэллоуин и День Святого Валентина. И очень хорошо помню, как наши учителя английского языка говорили, пожалуйста, не рассказывайте об этом родителям. Мы думали, а почему? Мы спрашивали, а почему нет? А теперь я вспоминаю, у нас в классе были дети партийных работников, дети не знают, чем занимаются родители, но учителя имели причины свои так говорить, и у нас было абсолютное доверие к учителям, мы их обожали, мы их слушались, никто дома не рассказывал, то есть мы приходили в школу, и в этот день Хэллоуина мы все разукрашивались, но это все было в классе, в школе, потом мы стирали всю эту разукрашку, переодевались и шли домой. Изменило ли это меня? То есть стал ли Хэллоуин главным праздником моей жизни? Нет. Сейчас я его даже не замечаю. Но сделало ли это меня человеком более свободным и критичным ко всему? Да, сделало. То есть я поняла еще ребенком, что не все, что запрещают, плохо. И вот эти учителя, вот бедные вот эти преподаватели, о которых мы рассказываем в нашей книге, они не могут понять, как так случилось, потому что всегда студенты, ученики доверяли своим учителям. А что случилось сейчас и когда это случилось, когда это изменилось? Почему ученики перестали доверять своим учителям? Вы знали о том, что многие русские классики, у многих русских классиков, татарские корни, например, Тургенев, братья Киреевские, Киреевские, вы знали об этом? Я знала, но не из школы. Я знала от родителей. Булгаков, Набоков. Я знала от родителей, я знала от их друзей, но не из школы. Вернемся все-таки к вашей книге. Вы говорите, что вы послали более десяти экземпляров в школы по Волжье. Книги доходят? Ученики свободно читают книги? Не по Волжье пока. В разных странах. Не в России? Не в России. Книгу в Россию мы еще не послали, но ее можно скачать в электронном варианте. Алсут, пример, который вы привели вот с этим Хэллоуином и Днем Святого Валентина, это чудесный пример круговой поруки доверия, добра, верности и, так сказать, порядочности. Я очень надеюсь, что книга «Нет войне», которая вышла при вашем участии, она послужит укреплению и расширению этого круга людей, доверяющих друг другу, и способных на поступок. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. И у меня пожелания героям вашей книги, если они нас слышат. Берегите себя. Спасибо. С нами была Алсу Курмаш, наша коллега из татар-башкирской редакции. Мы обсуждали сборник «Нет войне», подготовленный Алсу и ее коллегами. Книга убедительно показывает, что многие в России не молчат и выражают протест против войны и солидарность с Украиной. И чем дальше от столиц выражается этот протест, тем он труднее дается и тем гражданский он ценнее. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор». Моментальные истории жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова